Здравствуйте! Это воскресная информационная программа «Неделя» в студии Георгий Плиев. 130 квартир в новом микрорайоне на улице Героев распределены уже совсем скоро. Счастливые обладатели собственного жилья смогут приступить к обустройству быта в своих домах. А специальная комиссия пока продолжает работу по проверке списков очередников, претендующих на получение социального жилья. Еще 70 квартир будут распределены по решению комиссии. В администрации города Цхинвал прошла жеребевка претендентов на получение жилья в новом микрорайоне на улице Героев. Члены комиссии вызывают очередников по категориям. Семьи, которые десятилетия стоят в очереди, приходили в администрацию города Цхинвал, несмотря на то, что рабочий день давно закончился. Чтобы получить порядковые номера своих долгожданных квартир. Мы хотим помочь людям, да, мы по возрасту, то есть инвалидность, когда есть, мы первый, второй этаж, мы определяем. Уже независимо от жеребевки, потому что двух отцов у инвалидов инвалидов, да, и мы по возрасту и определяем. Если о возрасте человек, а то чем ниже. Молодой человек пусть идет наверху, поживет счастливо. Горожане, которые на протяжении многих лет проживали на съемных квартирах, не могли поверить в свое счастье, что наконец у них будет крыша над головой. Мы живем постоянно на квартирах. В списке инвалидов моя мать стояла в очереди. Очень долгое время ждали таких хороших новостей. Получили. Спасибо большое государству общим. Не сдерживая слезы радости, безмерной благодарности, комиссию благодарит и Алена Техова. Мама потеряла, когда мне было 15 лет. Ну и с тех пор живу у тети. А сейчас у меня наконец-то свой дом. Мне прям не верится. Ну, огромное спасибо нашему президенту. Всем огромное спасибо. Я им благодарна. Порядковые номера у горожан на руках. И уже на следующей неделе им вручат долгожданные ключи от собственных квартир. Председатель общественной комиссии, заместитель главы администрации города Цхинвал Эндрик Джоев предупреждает каждого претендента на жилье. Если квартира будет пустовать, они вынуждены будут вернуть ее в жилой фонд города. И для каждого, чтобы было ясно, что в этом доме, если кто не будет проживать, государство имеет право полное изъять это жилье и передать его другому человеку. Без объяснений, без оснований. Да, вот основание будет то, что человек, если не жилье, не нуждается в этом жилье. В республике все еще много семей, которые ждут своей очереди. Комиссия продолжает работу, пока распределено 130 квартир. Позже еще 70 семей получат свои квартиры. Естественно, после тщательной проверки общественной комиссии. Агунда Губозова, Зарина Кочева, для программы «Неделя». Правительством республики на этой неделе утверждена повышенная в этом году сумма страховых и социальных выплат. Было отмечено, что по указанию президента республики, пенсионные фонды дальше будут работать над повышением пенсии. Инвестпроекты «Ирбазальт» и «Натурплант» нашли поддержку правительству в вопросе предоставления им государственных субсидий в рамках программы «Соцэкономразвитие республики». На заседании обсудили целый спектр других крайне важных вопросов. Это и лекарственное обеспечение республики, снабжение госорганизацией необходимыми нефтепродуктами, решение некоторой кадровой вопроса и так далее. Об этом подробный материал нашего корреспондента Зарина Кочевой. В начале заседания глава правительства Южной Осетии Эрик Пухаев выразил слова благодарности сотрудникам дорожных служб и МЧС, принимавших участие в работах по расчистке транстамма от снежных завалов и лично главе ведомства Алану Таттаеву. «Я бы хотел, чтобы вынесли решение о примировании вот этих ребят. Нам надо поощрять людей, которые сверх работы выполняют свой долг». Кабинет министра в на заседании правительства утвердил размер страховых и социальных пенсий, которые выросли с 1 января 2019 года. Председатель пенсионного фонда Азата Соева сообщила, что в среднем пенсии увеличиваются на 12%. «Увеличение предусматривается в размере 12% в среднем, но это не значит, что все пенсии увеличиваются на эту сумму. Но это проблемы. Есть, которые чуть меньше, есть немного больше. Уважаемые члены правительства, все размеры про их постановление перед вами, если есть какие-то замечания. У нас уже идет работа по перерасчету пенсий во всех отделах, потому что если сегодня начать после постановления, то эта работа не закончится к первому числу. А мы еще за январь месяц должны сделать перерасчет тоже». Председатель правительства добавил, что по указанию президента Анатолия Бибилова, пенсионный фонд работает над дальнейшим повышением уровня пенсионного обеспечения. Зам. Председателя правительства, министр экономического развития Геннадий Бекоев, на заседании правительства высказался о необходимости произведения своевременных авансовых платежей ГУП «Югосреднефтепродукт». Речь идет о мерах по организации бесперебойного снабжения жителей и государственных организаций республики горюче-смазочными материалами по приемлемым ценам. «Предлагаемые поставки в 2019 году в течение двух рабочих дней со дня получения казначейского уведомления. В свою очередь ГУП «Югосреднефтепродукт» гарантирует бесперебойные поставки нефтепродуктов по приемлемым ценам в республике Южная Осетия». На заседании члены правительства одобрили и новый состав санитарно-противоэпидемиологической комиссии. В нее вошли представители министерств и ведомств республики. Комиссию возглавит сам Эрик Пухаев. Члены правительства вынесли решение о предоставлении господдержки в рамках и без программы проектам ООО «Натурплант» и «Ирбазальт». Предельный лимит государственной поддержки для компании «Натурплант» составит до 10 миллионов 490 на 1487 рублей. Предельный лимит государственной поддержки для «Ирбазальта» составит 13 миллионов 274,962 рубля. Предполагается финансирование вот этих предприятий. Это из бюджета, да? Это из бюджета финансирования. Во исполнении поручения президента Анатолия Бибилова по мониторингу совместителей на заседании от занимаемой должности был освобожден зам главы администрации Знаурского района Гиви Джанаев. Он теперь будет возглавлять только спортивную школу района. Кабинет министров обсудил и другие социально значимые вопросы. В их часы лекарственные обеспечения республики. Министр здравоохранения Георгий Точиев сообщил, что в лечебных учреждениях есть все необходимые медикаменты. Что касается продуктов питания, с открытием троскавказской магистрали предприниматели завезли необходимые продукты. Хотя, как показало время, нехватка была лишь в скоропортящихся продуктах. На привокзальной улице в скором времени будет введен в эксплуатацию новый детский сад, аналогов которому нет во всем городе. Материально-техническое обеспечение дошкольного учреждения на более чем высоком уровне. Зарекомендовавшая себя с лучшей стороны строительная компания подошла к строительству этого объекта со всей серьезностью. Итогом чего явился уникальный в некоторой степени храм детства. В этот детский сад, можно быть уверенным, малышня будет ходить с удовольствием. В нем, кроме стандартных требований, предусмотрено еще много интересностей. В скором времени свои двери откроют новое дошкольное образовательное учреждение номер 17. Детский сад рассчитан на 100 мест. В каждой группе своя игровая комната, спальня, гардеробная и санузел. Одним словом, для комфортного пребывания детей здесь созданы все необходимые условия. Здание детского дошкольного учреждения было построено в рамках инвестиционной программы, причем за короткий срок. Все работы выполняла строительная фирма ООО «Бадо». Общая площадь этого двухэтажного сооружения примерно 2300 квадратных метров. Детский сад рассчитан на 100 мест. В здании, кроме групп, имеются административные кабинеты, служебно-бытовые и специализированные средства. Детям сделали подарки в виде компьютерного класса. Также были приобретены проектор, домашний кинотеатр, телевизоры, аудиосистема. Закупили столовые приборы, постельное белье и матрацы. Для малышей-любителей спортивных нагрузок установлены и велотренажеры. На территории садика предусмотрены беседки и игровые зоны. В случае, если во двор поиграть выйдут все воспитанники детского учреждения, места хватит всем. Детский сад. Отметим, что противопожарная безопасность – одна из обязательных составляющих для помещения, где растет и воспитывается ребенок. Как рассказал генеральный директор строительной фирмы, при возгорании сразу же заработает противопожарная система. По словам Владислава Валиева, объект на сегодняшний день полностью готов к сдаче в эксплуатацию. Однако для того, чтобы детский сад стал функционировать в полную силу, необходимо подобрать квалифицированный персонал. Как рассказала нам начальник отдела образования администрации города Цхинвал Жанна Лулаева, объявлен конкурс на должность заведующей. Объявили конкурс, очень серьезный конкурс. И по всем критериям человек, который подойдет на должность заведующей, будет, конечно же, назначен. Минимальные требования. Пять лет стажа в дом воспитателем или методистом однозначно. И обязательно, конечно же, квалификационный разряд не меньше тринадцатого. У человека должен быть опыт, свои наработки. На это есть портфолио. Мы все будем тщательно просматривать. И, конечно же, будем выбирать лучшего из лучших. И уже как только мы получим на баланс садик, заведующий будет уже назначен, и мы уже дальше будем объявлять население о приеме детей в данный садик. Жанна Лулаева также подчеркнула, что в первую очередь в детский сад будут принимать детишек района, где расположено это детское дошкольное учреждение, а уже потом всех желающих из других районов города. В настоящее время в дошкольно-образовательном учреждении номер 17 выполнены все работы. И уже совсем скоро во всех уголках садика будет звучать детский смех. Напомним, что раньше тут также располагался детский сад. Но во время августовской войны 2008 года это здание пострадало и стало непригодным для эксплуатации. Для жителей села Тиногор Ленигорского района на этой неделе был проведен ежегодный профилактический медосмотр. Это крайне важный и необходимый процесс в жизни общества, так как роль диспансеризации в раннем выявлении опасных заболеваний не может быть преувеличена. Тем более для сельчан, которых не так часто имеют возможность не то, чтобы полноценного обследования, а просто посещение нужного врача в случае необходимости. Врачи разных профилей республиканской больницы вместе с российскими специалистами проводили осмотр жителей села Тиногор Ленигорского района. Люди на прием шли активно. В самом селе функционирует врачебная амбулатория. Однако здесь нет специализированного оборудования для точной диагностики заболевания. Местные врачи для уточнения диагноза больного могут операться только на слова пациента. Поэтому такой прием специалистов жителям просто необходим, отметила врач-терапевт Синогорской амбулатории Хатуна Техова. У нас никакие не проводятся. И, конечно, вот сегодняшний вот такой жест для нас очень приятный, и для нас, и для наших больных тоже. У нас очень много пациентов с гипертонической болезнью и вот с осложнением уже гипертонической болезни. Очень много больных у нас с сердечной недостаточностью и сезонные инфекционные болезни. Зимой грипп, летом бывают кишечные инфекции. У кабинета каждого врача выстроивалась очередь. Было много желающих обследоваться у кардиолога. Светлана Куроева, кардиолог в республиканской больнице, имеет большой стаж работы. Она внимательно выслушивала каждого пациента и делала необходимое назначение. Больше наплыва у нас, конечно, по кардиологу идет. Основная причина больных – это гипертоническая, нелеченная. И я вот думаю, что у них проблемы с тем, что они не могут нигде приобрести препараты. Пока рекомендовали уже госпитализацию в стационарах, некоторым большинству прописали плановое лечение, базисную терапию, и я же еще раз повторяю, это в основном люди с гипертонической болезнью, причем они цифры зашкаливают за 200, и они их практически не чувствуют. Это люди, которые обязательно должны быть взяты на учет местным врачам и обязательно следить за этими. Я думаю, что наша цель вот в этом и заключается. Большой проблемой для населения является отсутствие аптеки, где они могут приобрести необходимые лекарства. Эта сезона идет о чем? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Региональное отделение политической партии «Единая сеть» оказало помощь в виде дров и горючего 45 нуждающимся семьям Ленингорского района Два кубометра дров и до 10 литров солярки – это действительно реальная помощь сельским жителям, которые оказались в социально неблагоприятных условиях жизни Партия обеспечила несколько семей, которые были занесены в список, как нуждающиеся в помощи Среди них и Шотакибилов, ему уже 90 лет Он не является ветераном труда, а проживает один Время от времени помогают дочь и зять Пожилому человеку здоровье уже не позволяет работать по дому Тем более обеспечить себя зимним запасом дров Такой помощи со стороны партии «Единая сеть» Шотакибилов был рад и выражал слова благодарности Другой житель Ленингора Чермин-Бедоев живет в здании, где раньше располагался детский сад Он не является инвалидом, перенес операцию на сердце, не работает Говорит, ему категорически запрещены физические нагрузки из-за перенесенной операции Но его не оставляют без внимания друзья, среди которых сегодня и члены партии «Единая сеть» Дрова на зиму очень облегчили его положение, теперь в доме будет тепло и уютно Дрова подвезли и жительницы селения Морбеда Ленингорского района Тялики и Сивай Как отметил руководитель регионального отделения партии «Единая сеть» в Ленингорском районе Спартак Дряев, они тщательно подошли к составлению списка нуждающихся Чтобы ни одна семья не осталась без помощи 45 семей, которые должны быть обеспечены дровами Из них уже больше половины обеспечены дровами Осталось сегодняшний день, значит сегодня подвезут в Ортюсан Завтра уже селения Тинагар А также хотим обратиться к председателю партии «Единая сеть» Алану Сергеевичу Таттаеву И передаю большое спасибо от всего устранства, не дающихся поселков Ленингор Ленингорского района Большое вам спасибо, Алан Сергеевич Спартак Дряев еще добавил, что дровами и соляркой обеспечиваются и жители Тинагарской зоны Городской администрации объявлен конкурс на изваяние бюста первого руководителя Южной Осетии Тореза Кулумбегова Макет может быть представлен любым жителям республики до 15 февраля Далее комиссия приступит к обсуждению представленных вариантов и выбору лучшего Подробности в материале Зарина Кучевой Администрация города Цхинвал объявила конкурс на изготовление бюста первого руководителя республики Тореза Кулумбегова Конкурс стартовал 20 января и продлится до 15 февраля Принять участие может каждый желающий Лучший макет бюста будет выбирать специально созданная комиссия Бюст общественного и политического деятеля Южной Осетии планируют поставить у дома правительства Этот конкурс продлится до 15 февраля 2019 года Образцы просим предоставлять администрацию города Цхинвал К нам, главному архитектору города Кто выиграет, ему будут выделены средства для того, чтобы он сам установил этот бюст Торез Кулумбегов был видным политическим и государственным деятелем Первым возглавил нашу республику Именно под его председательством 29 мая 1992 года Верховный Совет, опираясь на итоги референдума Провозгласил независимость республики Южная Осетия Последние годы жизни он провел вместе с семьей в Москве Торез Кулумбегов скончался в 2006 году после тяжелой болезни Политического деятеля похоронили на родине, в Южной Осетии На этом все, всего доброго и до свидания